Кто украл Вермеера? Что за проклятие преследует Лилии Мане? Сколько стоил пропавший Пикассо? За всю историю человечество утеряло, испортило или просто уничтожило тысячи произведений искусства. Но некоторые истории, криминальные, загадочные или просто курьезные, достойны того, чтобы о них рассказать. Итак, 5 утраченных произведений искусства. Номер 5. Ян Вермеер. Концерт. 1663 год. В 1990 году была совершена крупнейшая кража в истории США. Утром 18 марта двое воров, переодетых в полицейскую форму, пробрались в музей Изабеллы Стюарт-Гарднер в Бостоне. Связав охранников, они провели в музее 81 минуту, неспешно переходя из зала в зал и придирчиво отбирая произведения искусства, ни одно из которых не было подключено к сигнализации, о чем они, разумеется, знали заранее. В результате хитроумным похитителям удалось вынести аж 13 картин, среди которых был и концерт Яна Вермеера. Ян Вермеер, наряду с Рембрандтом, считается одним из самых выдающихся художников золотого века голландской живописи. Художник всегда работал очень вдумчиво, почти как эти воры. Поэтому за свою жизнь создал всего 36 картин. Каждая его картина на вес золота. Да что там, на вес нескольких тонн золота. Украденный концерт оценивают минимум в 250 миллионов долларов, а всю кражу в миллиард. За картины сразу объявили награду в 5 миллионов долларов, но полотна как будто растворились в воздухе. В числе подозреваемых были и преступные синдикаты, и боевики ирландской республиканской армии, и таинственные богатые коллекционеры, якобы заказавшие кражу. Похитители затаились на целых 13 лет, и только в 2013 году выставили картины на продажу. И тут же были пойманы. Ответственным за кражу оказался преступный синдикат, занимавшийся похищениями произведений искусства. К сожалению, среди найденных картин концерта не оказалось, и местонахождение его до сих пор неизвестно. Скорее всего, он был продан коллекционеру, который теперь никогда не сможет предъявить картину миру. И она так и будет храниться в каком-нибудь тайном хранилище его особняка. 4 место. Художник Пикассо. 1963 год. 2 сентября 1998 года – печальная дата для всех, кто любит творчество Пабло Пикассо. В этот день самолет Swiss Air вылетел из Нью-Йорка в Женеву и потерпел крушение, упав в Атлантический океан. На борту было 229 человек, никто из них не выжил. А еще на борту было 50 килограммов наличных денег, более килограмма бриллиантов и несколько килограммов иных драгоценностей, а также картина Пикассо – художник. Поиски длились 15 месяцев. На дне океана удалось найти всех пассажиров, но удивительным образом ни денег, ни драгоценностей, ни картины Пикассо среди найденного не оказалось. Причины трагедии смешны. В бизнес-классе установили новую систему развлечений, где можно было посмотреть фильм, записанный на видеокассету и транслировавшийся всем пассажирам одновременно. Это сейчас мы привыкли к такому, но тогда это было нечто революционное и новое, и как водится, все новое значит не обкатанное. Пульт системы, который находился в кабине пилотов, загорелся и вывел из строя все приборы, в результате чего самолет начал падение и рухнул в океан. Кажется удивительным, но после крушения нашли все, кроме самого ценного – бриллианты, драгоценности и Пикассо как сквозь воду провалились. Оказалось, что картина Пикассо перевозилась не в специальном хранилище, а в простой деревянной раме. Впоследствии также было выяснено, что это была не совсем картина, а колотипный оттиск, такой способ копирования картин. Картина была подписана Пикассо, вернее Пикассо подписал пустой холст, на который потом и был сделан оттиск. Такие оттиски ценятся не очень высоко, в пару десятков тысяч долларов. Однако в стоимости груза была указана цена в полтора миллиона, и владелец получил всю страховку. К сожалению, мы никогда не узнаем, сколько эта картина стоила бы сейчас. И если картине выжить в воде было невозможно, то куда делись драгоценности? Сдается мне, кто-то помог им раствориться. Как думаете? Третье место. Нелюбимый портрет Черчилля. Сазерленд. 1954 год. Британский премьер-министр был весьма сложной и непредсказуемой личностью. На его 80-летие депутаты Палаты Общин заказали портрет политика, и не кому-нибудь, а Грэхаму Вивиану Сазерленду, на тот момент считавшемуся одним из крупнейших современных деятелей изобразительного искусства Британии. Сазерленд принялся за работу, а Черчилль ему позировал. По словам Сазерленда, он хотел изобразить Черчилля как скалу. «Черчилля и так много, я должен найти настоящего», – говорил он. «Художник задумал изобразить политика как льва в безвыходном положении, символизируя его роль во Второй мировой войне». «Художника предупреждали, что это может не понравиться Черчиллю, но тот не внял совету, как и все талантливые художники». «За неделю до вручения Черчиллю показали портрет, и он пришел в ужас. Я выгляжу как пьяница, которого вытащили из канавы в стренде», – воскликнул он и взял в супруге обещание, что картина никогда не увидит свет. «Портрет был слишком честным, непарадным. Он показывал уставшего пожилого человека, взвалившего на себя судьбу страны. А Черчилль не хотел быть простым человеком, да и не был им». Современные критики считают, что эта картина была лучшим из всех портретов прославленного политика. Но, к сожалению, она была спрятана в подвале собняка Черчилля подальше от глаз. Некоторое время судьба полотна была неизвестна, но в 1964 году появилась информация, что жена Черчилля сожгла полотно, чтобы картину, которую так страстно ненавидел Черчилль, не увидели будущие поколения. Это происшествие возмутило сообщество и поставило вопрос, имеет ли право даже владелец картины уничтожать произведения искусства. Ведь они – наше общее достояние. А как вы считаете? Напишите в комментариях. Второе место. Панорама Миссисипи. Джон Банвард. 1840 год. Художник Джон Банвард славился созданием монументальных полотен. И, как все монументалисты, у него была одна идея фикс – создать самую большую картину в жизни, в мире, ну или хотя бы в Кентукки. И вот в 1840 году он отправляется в путешествие на лодке по Миссисипи. В каждом интересном месте он делал наброски, а зарабатывал на жизнь живописью и охотой. Вернувшись в родной Луисвилл, штата Кентукки, он объединил все наброски и перенес их на холст в специально построенном для этой цели здании. Получилось поистине титаническое полотно высотой 3,6 метра, а длиной целых 370 метров. Но и этого ему показалось мало, и он дополнил полотно, удлинив его до 800 метров. Запустили рекламу совсем чуток, покривив душой, и называя полотно трехмильным. В конце концов, что с рулетками придут на него смотреть? Однако, размер полотна сыграл ему дурную службу. Для транспортировки его пришлось порезать на части. Полотно объехало почти всю страну, но постепенно один кусок за другим исчезал. Они портились, пропадали, их, разумеется, крали. Поначалу куски пытались заменять, но исчезали они со скоростью гораздо более высокой, чем можно было их восстановить. И хоть транспортные расходы уменьшались, зрелищность полотна страдала все больше. И в какой-то момент стало просто невозможно собрать полотно воедино. Оставшиеся куски растащили, и ни один из них не дошел до наших дней. Как видите, проблема пропажи багажа появилась задолго до появления самолетов. И первое место. Водяные лилии Клод Мане. Картина водяные лилии Клода Мане как будто с самого начала была проклята. Везде, где она оказывалась, в скором времени происходил пожар. Первым пострадал от огня сам художник. Он устроил шумную вечеринку по поводу окончания работы над полотном. В итоге начался пожар, который почти полностью уничтожил его мастерскую. Удалось спасти только несколько картин, в том числе и лилии. Вскоре лилии купили хозяева одного кабары на Монмартре, и буквально через месяц стали погорельцами. Увеселительное заведение сгорело почти дотла, но лилии снова были спасены. Через год полотно приобрел известный меценат и коллекционер Отто Шмитц. И вскоре, прямо в месте, где висели лилии в кабинете мецената, снова начался пожар. Особняк Шмитца очень сильно пострадал, но злополучные лилии снова мистическим образом выжили. В 1958 году полотно купил Нью-Йоркский музей Мома. Зловещая слава картины была известна кураторам, и они на всякий случай установили противопожарную систему и приставили к картине охранника. Но и это не помогло, потому что через 4 месяца здание навестил очередной пожар. Охранник погиб, но в этот раз и полотно было сильно повреждено. Сейчас Мома обещает восстановить картину с помощью НАСА и нанотехнологий, но мне кажется, торопиться они не будут. Сдается мне, я знаю пару местечек, куда можно было бы повесить огненные лилии после реставрации. А вы? Было интересно? Подписывайтесь, будет еще.